МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа проекта развития. Я Мария Бондарева. Сегодня начнем с Красноярского края. Там реализуется новый мегапроект. Одновременно строятся три дорогих и нужных объекта. Это алюминиевый завод, целлюлозно-бумажный комбинат и Багучанская ГЭС. Последний известный долгострой, который наконец решено завершить. Такие гиганты в регионе – это приличный доход для местной казны. Но главное – возможность комплексного развития всего Нижнего Приангарья. А это уже задача международного уровня. Ведь здесь расположены колоссальные месторождения полезных ископаемых, необходимых для черной металлургии не только России, но и азиатских стран. Подробности в нашем репортаже. Ежегодно ученые приводят статистику о том, сколько полезных ископаемых осталось на планете. Данные разнятся, но звучат высказывания, что нефти хватит на 100 лет, угля на 150. Правда, речь идет о разведанных нетрах. Разработка месторождений возможна не всегда. Например, в Нижнем Приангарье запасы гематитовых руд составляют около 5 миллиардов тонн. Здесь же находится месторождение лучших в стране магнезитов, необходимых для черной металлургии. Тут залегают сурьма, бокситы. Их можно использовать как сырье для получения алюминия. Но для добычи этих ископаемых нет энергетических ресурсов. Для изменения этой ситуации была принята программа комплексного развития Нижнего Приангарья. В первую очередь это достройка Багучанской ГЭС, строительство алюминиевого производства и целлюлозно-бумажного комбината. Проект трехсторонний. Внешэкономбанк, Русгидро и Русал. Мы здесь достигаем две наши цели. Создаем нашу собственную энергетическую базу. И на уже основе этого развиваем наши производственные мощности по алюминию. Таким образом нам удается удовлетворить растущий спрос со стороны азиатских стран. В Красноярском крае уже существует алюминиевый завод. Однако он не способен удовлетворить потребности рынка в этом металле. В компании признаются, технологии, использующиеся на предприятии, давно устарели. На новом же все будет современное. Расчетная мощность завода 600 тысяч тонн в год. Пока здесь еще только начало работы. А вот так будет выглядеть завод после окончания строительства. Это только компьютерная модель. Алюминиевое производство станет главным потребителем электроэнергии Багучанской ГЭС. Ее начали строить 30 лет назад. Но во время распада СССР и кризиса 90-х возведение объекта было остановлено. После возрождения стройки в 2006-м инвесторами уже вложено более 50 миллиардов рублей. Это 80% всех необходимых средств. Планируется, что основным потребителем, конечно же, будет Багучанский алюминиевый завод. Плюс все потребители, которые будут построены в рамках развития Нижнего Приангария. Плюс выдача в сеть. Это и Красноярский край, и Иркутскую область, и сопредельные регионы. Среднегодовая выработка после выхода на полную мощность – около 17 миллиардов киловатт-часов. Что составит около 2% от всей выработки электроэнергии в стране. Именно вокруг БМО построят новый технокластер. В рамках проекта комплексного развития Нижнего Приангария будут построены лесоперерабатывающий комплекс мощностью 732 тысячи тонн целлюлозы в год и лесозаготовительные предприятия. Проложат сотни километров железных и автодорог, а также магистральные электросети. Все условия для инвестиций созданы. В этом как раз и заключается концепция государственно-частного партнерства. когда государство создает условия для частного капитала, профинансировать, допустим, самую сложную, самую долго окупающуюся часть – это инфраструктура. За саму электростанцию инвесторы переживали. Проект уж очень старый и мог не выдержать современных требований, в том числе по уровню экологичности. Но авторы проекта успешно защитили его перед экологами. К тому же уже известно, кто и сколько производимой энергии будет покупать в будущем. Это гарантирует доход, а значит и возврат средств, вложенных государством. А в Красноярском крае уже почитали, сколько налогов соберут со всего нового кластера. Порядка, как минимум, 10-12 миллиардов налогов. Ну а касаясь все-таки промышленной составляющей, конечно же, этот проект затрагивает три столпа. Красноярской экономики, в первую очередь энергетику, металлургию и леспромышленный комплекс. По планам первое электричество на Бугучанской ГЭС должно быть сгенерировано в декабре текущего года. А первый алюминий новый завод отгрузит в марте 2013-го. Это в определенном смысле уже на новых рыночных основаниях возврат к стилистике планирования экономического освоения, который был свойственен Госплану касательно территории нового освоения Сибири и Дальнего Востока. Развитие Нижнего Приангария – самый крупный за последние десятки лет проект государственно-частного партнерства. Для завершения строительства Бугучанской ГЭС Внешэкономбанк предоставил кредит на сумму 28,1 миллиарда рублей сроком на 16 лет. Для завершения строительства первого пускового комплекса Бугучанского алюминиевого завода кредит на сумму 21,9 миллиарда рублей сроком на 14 лет. Одобренные кредиты, а также средства, выделяемые инвесторами проектов, полностью покрывают необходимые расходы на строительство электростанции и первого пускового комплекса алюминиевого завода.